Всем привет! С вами, как всегда, славный Должо Обломов, и у меня чудесный есть гость. Вы, наверное, все его уже узнали, потому что и в интернете, и, собственно, на телевидении все прекрасно знают, кто такой Илья Исаакович Лазерсон. Большое спасибо. Очень приятно познакомиться. Мы, собственно, связались друг с другом, и он предложил рецепт, которого никогда еще не было у меня на канале, и даже ничего похожего. У меня стейки постоянно, десятки стейков, славные стейки, там свинину целую мы запекали, все что угодно. Что это такое? Первый раз вижу такой продукт. Это кости. Я, собственно, на горбу их сейчас тащил, даже пилу взял, может, мы попробуем, насколько это непросто пилить кости. Мы, наверное, опустим момент, где вы их достали. Много есть разных заведений, где можно достать прекрасные кости. А что мы будем с ними делать? Это деликатес, на самом деле. Костный мозг, это деликатес. Многие люди относятся к субпродуктам вот так себе. Это кость продукты. Это кость продукты, да. Это очень полезная штука. Если ставить, например, там, вырезку, почки, легкие желудки, где вот тут находится все вот это вот по крутоте вкуса? Ну, черт его знает, у каждого своя крутота. Но я считаю, что каждый мужчина совершенно не обязательно в своей жизни должен съесть почки. Я знаю, что каждая женщина должна выить мозг только у мужика, это точно. А вот каждый мужик должен, может быть, не должен съесть почки, может быть, не должен есть печенку и все прочее, и рубец. А вот костный мозг, он просто... Ты не имеешь права называться мужчиной, если ты никогда не ел костный мозг, если ты его не любишь. Сейчас я превращусь... Сегодня я из мальчика... Наконец-то ты возмужаешь, хоть станешь мужчиной. Наконец-то стану мужчиной. Отличная кость. Вот... Почему вот эта такая здоровенная? Почему она не нарезана? Порой хочется запилить под свой размер. Ага. Надо пилить ведь не только видео в интернет, надо еще пилить кость. Это понятно. Давайте попробуем. Можно попробовать, да, собственно, но... Я пробовать не буду, потому что у меня тремор алкогольный уже идет. Я ни разу ничего такого не делал. А где примерно отпилить? Это не важно. Важно, допустим, мы можем хотеть сейчас какой-то конкретный размер. Теперь я начал понимать, почему большинство вы взяли уже напиленные. Конечно, конечно, да. Да, это... Есть, конечно, электрические пилы, но они с заражей очень опасны. Чтобы... Ну, в общем, вот так вот работают хирурги. Ну, я думаю, что хватит уже. Собственно, представление есть. Я допилю. Мне интересно, как она выглядит. Смотри на срезе. Отлично. Это мне уже звонят, там уже поняли, что мы сами пилим кости. Поэтому они сказали, ребята, вы рискуете, потому что ручной пилой, конечно, рискованно. Еще одно движение. Хотя электрическая тоже, там, не дай бог. А есть какие-то домашние электрические пилы? Я думаю, что они могут быть для каких-то других целей. Я думаю, что есть, но отличный мозг. Я так понимаю, что... Вот он живой. Она не замороженная была. Здесь прям много его. Но я так понимаю, что вот это вот, то, что у нас остается на костях, это крошка, которую, я так понял, нужно как-то... Мы снимем тупой стороной ножа, или даже, собственно, на дендар. Так пилить кости забавно, потому что эти кости потом, после употребления, можно превращать в способ подачи блюд с костным мозгом. Это уже будет тарелка. Конечно. Если их там немножко поварить в формалине, там, ну, можно проконсультироваться где-нибудь в кунсткамере. Это как ракушки от гребешков. Конечно, конечно. На самом деле, это может быть многоразовая, буквально, тарелка для подачи. Хотя сегодня для ресторанных целей выпускают производители фарфоровые, точно такие же кости, только они уже сделаны, как делаются посуды. Кость из фарфора. Да, промотка. И там можно подавать что-то. Хоть, конечно, не обязательно связанное с мозгом, да. В общем, друзья, вывод простой. Если вы можете купить напиленные кости, покупайте напиленные. Значит, сейчас с костями мы уже поняли, как быть. Я предлагаю сделать пиццу на костях. Я не думаю, что никто, ребята из вас, никогда не ел пиццу на костях. Я уж точно не ел. Первое, что надо сделать, надо подготовить кости. Потому что сама пицца печется достаточно быстро, а кости нет. Поэтому кости подпекаются. Пицца будет настоящая на тесте, которое мы сделаем. На человеческом тесте. У нас хорошие человеческие кости и хорошее человеческое тесто будет взято. Потрясающе. Я вижу, вы пришли с каким-то подарком. Это кофе или что-то? Нет, это измельченные кости без костного мозга. Вот сама кость, которая была высушена и в специальной мельнице измельчена. И поджарена. Это костный порошок, который был поджарен в духовке, в специальной печи, я бы сказал. На основе этого мы и будем делать тесто. Да, этот порошок добавляется в тесто. Потому что уж если пицца на костях, значит там должны быть кости. Это пахнет троллингом. Это прах, по сути, такой костный прах. Мне кажется, это уже не очень кулинарное шоу. Тут он салон уже делает какого-то. Давайте, давайте я... А ты понюхай, что? Сразу поймешь, что это. Пахнет ржаным хлебом. Ну, конечно, я ставлю в духовку, короче, вот это. Пусть они пекутся. Можно даже 200 дать. Да, это, конечно, ржаной солод. Это то, что добавляется в хлебопеченье, из чего делают квас, например. Потому что я сейчас сделаю тесто пшеничное, но я буду кричать громко, что оно ржаное. И пусть никто не скажет, что это не так. То есть, что дают конкретно вот такие дрожжи? Это не дрожжи, это солод. Солод. Он дает такой аромат черного хлеба. Приятный для человека. То есть, даже если настоящей ржаной муки у нас нет. Надо взять пшеничную. Наверное, неприлично заявлять людям о том, что это ржаной хлеб. Но это будет темный хлеб, который будет крайне ароматный, крайне вкусный. А нам это главное. Да, вот и все. Мы же, так сказать, хотим работать вкусно. Надо этот ржаной солод заварить кипятком. Сейчас я на глаз все делаю. Незачем совершенно тут что-то... А как же миллиметраж, вот это микроны, граммы, миллиграммы? А я... Или у вас уже такой скилл, что... Скилл у меня обычный человеческий. Я могу просто показать для интереса, как сделать тесто булочного типа, хлебного типа. Без всяких скиллзов. Я даже слово теперь знаю. Трушно все показать. Трушно, да. Трушненько все показать. Глазно. Значит, вот солод сейчас я закрываю его кипятком. И сейчас пойдет аромат убийственный. А, то есть солод это не дрожит. Там убить мы ничего кипятком не можем. Нет, конечно, да. Это солод. Вот пошел теперь аромат. Да? Ого! Открылся. Квасом пошло вот бутылочным таким. Пахнет, как, не знаю, что-то среднее между коркой фежевыпеченного Бородинского и пирожным картошкой. Это может быть такая ароматерапия. Ведь есть такие, допустим, способы подачи еды, когда еда сопровождается каким-то источником какого-то аромата. Закрытым. И непонятно, откуда идет аромат. Можно же какой-нибудь генератор поставить и догнать вот такой аромат. Мне, знаешь, еще рассказывали, что в кофейнях... Вот сейчас нам кофе принесли из кофейни, что в кофейнях существует такой прикол, когда над кофейным аппаратом, который работает в помещении в кофейне, ставят вытяжку там, и вытяжка гонит кофе на вход. Да, слышал. На вход, чтобы уже на входе пахло кофе. Я слышал еще, что с булочными так делают. То есть, если есть веканский какой-то магазин, то они специально делают, чтобы вот из этих вытяжек, посвежимый, на вход, да, потому что это... Всем хочется ехать, все грибут, столы грибут, грибут. И вот теперь... Вот эта каша, ароматная. Она сейчас чуть-чуть остынет, потому что мы действительно сейчас будем сюда вводить дрожжи. Ага. Да, чтобы... Соль, сахар? Соль, сахар, да. Чтобы чуть-чуть возбудить брожение. Чтобы было чем питаться. Да, вот тут можно даже, ну, я не знаю, сейчас можно, например, сейчас воды. И сахарочку. Сахарочку чуть-чуть, да. Сколько? А вот так и нас. Столовая ложечка без сборки. Да. Так, теперь питательная среда у нас для дрожжей есть. Да даже есть только теперь, да, чтобы их не убить чуть-чуть. Остудим. Остудить. Друзья, если кто не в курсе, никогда кипятком не заливайте дрожжи. Иначе вы будете сидеть 3 часа, ожидая, чтобы у вас что-то взошло, а бактерии ваши, так сказать, померли в кипятке. Вот. Такие ошибки я тоже допускал. А еще надо про дрожжи знать, что если ты хочешь тесто заморозить, это допустимо, дрожжевое тесто. Надо положить дрожжей больше, потому что часть все равно умрет в морозильнике. Ледниковый период, геноцид дрожжей. Вот, сейчас я чуть-чуть муки дам, чтобы уже понизить температуру. Просто мука-то все-таки имеет комнатную температуру. И тогда я смогу уже смелее добавить дрожжи. Да, я сейчас расскажу, как считать дрожжи. Тут у нас вот такой вот кубик. Посмотрим, что же на нем написано. Высокоактивные дрожжи хлебопекарные прессованные. Но инструкции нет, так что будем слушать вас. А ну как? Дрожжи вообще кладут в зависимости от количества муки. Не количество теста, от 2 до 5% от веса муки, которая идет для замеса теста. Поэтому на самом деле себе надо где-то представлять, сколько муки пойдет для замеса твоего теста. Но, собственно, это не дико страшно. Я вот считаю, что здесь стакану 2 муки у нас пойдет. Может быть больше, в стакане 140 грамм. Где-то 300 грамм муки уйдет. 2-5%, 1% от... Да, где-то так можно взять. Чем больше в тесте того, что мешает работать дрожжам, тем надо больше брать дрожжей. Жир, сахар, яйца мешают работе дрожжей. Значит, им тяжело работать. Я так понял, здесь 50, значит, где-то треть? Да, да, этого будет вполне достаточно. Нет, все хорошо. Все хорошо, сейчас все вместе. Я, когда что-то замешиваю, я в себя дрожжей кладу в 2 раза больше, чем думаю. И не прогадываю никогда. Потому что можно всегда тесто обмять еще разочек. А вот если их не хватает, то уже как бы... Ну, собственно, да. О, сейчас тесто... А какой консистенции должно быть тесто для этого? Как, вот как булочки. Как ты хочешь булочки. Да, да, да. Можно руками... Ну, тесто для пиццы, наверное, чуть слабее, чем для хлеба, для булочек. Но это должно быть тесто, которое теоретически можно раскатать скалкой. Вот уже все. Можно ложкой больше не работать, а можно работать уже руками. Возможно, я этим займусь. Можно немножко подсыпать муку все равно, потому что... Ну, можно было и пока в миске, а... А, ну, я так думаю. Можно в миске. Уже, чтобы было. Пока что мягенькое, теплое тесто. Да, дрожжи тут достаточно хорошо сейчас начнут работать. Им будет сейчас очень комфортно. Они мне уже, собственно, сказали об этом, что нам так хорошо, старик, чтобы нам температуру сделал хорошую. Вы слушаете еду. Я разговариваю с дрожжами. Вы либо... Кто-то с телевизором, я с дрожжами люблю говорить. Либо вы топовый профессионал, в чем я не сомневаюсь. Либо пора вызывать соответствующие службы. Человек говорит с дрожжами. А мы тут не замешиваем много теста, мы делаем одну пиццу. Косте уже неплохо там себя ведут, кстати. Можно я пощупаю? Конечно. Можно еще капочку, потому что тесто... У теста есть такой парадокс, кстати. Жидкое тесто, когда мы печем блинчики, вот если дать ему постоять, оно становится гуще. Да. А густое тесто со временем сука становится мягче. Это парадокс. Я где-то могу его объяснить, а где-то не могу. Хоть я и умею разговаривать с дрожжами, но они этот парадокс точно не могут объяснить. Они не раскрывают свои секреты. Поэтому это тесто станет свободнее, немножко нежнее со временем. Ощущение, как будто я делал пирожное картошко, реально. Ой, пирожное картошко, хорошая штука, кстати, да. Есть ведь такие ряд изобретений человеческих, которые возникли из-за того, что надо было что-то утилизировать. Картошка из этой области. Да? Ну, потому что на кондитерских предприятиях всегда есть обрезки бисквитов, которые торт же вырезают, круги. Есть обрезки. Их сушат, делают крошку бисквитную, потом ее сдабривают вот кремом. Као, все. Кремом, да. И получается картошка. Это ведь был способ рационально использовать продукты. Для меня, кстати, пицца, это тоже, я считаю, попытка использовать вчерашние какие-то кусочки мяса недоеденные, там чего-то еще. Да, я тоже слышал, что пицца так и появилась. Навалили, что было со вчера. Как Салтыков Щедрин писал про солянку. В солянку же тоже в суп идут какие-то обрезки жарковые. Салтыков Щедрин писал, что солянку в России нужно есть быстро и не глядя. Именно потому что... Не задавая вопросов. Да, да. Да, это целая философия. Вот есть такие блюда, которые возникли от утилизации. Но это же, это рационально, это не значит, что это плохо. Но превратились в произведение искусства. В произведение искусства, да. Бог-то мой, там много таких блюд есть. Знаю, в каждой кухне есть такая еда. Проверьте, послушайте, что говорят. Ой, хорошо теперь. Да, теперь можно просто его оставить. Ну, я обычно для того, чтобы более явно наблюдать, как подходит тесто, чтобы видеть его можно превратить в блин. Тогда ты уже будешь видеть, оно идет или не идет. Да? Будем ли мы чем-то его накрывать, смазывать? Нет, достаточно просто обсыпануть на него муки. Все эти полотенца, это от лукавого. Это придумали, как говорил профессор Павел, это придумали большевики. Незарезанные. Да не надо читать большевистских газет за завтраком. Все, этого достаточно. Прекрасно. Теплое место, минимум на час. Надо увидеть просто заметное увеличение в объеме. Понял, убираем. Ну вот, тесто подошло. Да, оно увеличилось несколько раз в размере. Сейчас. Раза в два. Обминаем ли мы его еще? Нет, мы просто сейчас работаем уже. Все, превращаем его. Значит, мы будем делать пиццу. Пицца совершенно не обязательно должна быть круглая, я считаю. Мы будем делать пиццу под размер противня. И будем печь на обратной стороне, потому что так удобнее ее вынимать. Все, скалочка. Да, можно сейчас. Я так понял, что не слишком мы ее будем разминать. Ну почему же? Надо делать такого итальянского типа, тоненькую. Как раз здесь тесто будет нормально. Можно, да, можно вообще говоря, чтобы брутальность сохранить, все-таки это кости. Не делать ее какой-то правильной формы. Сделать какую-то такую под остров какого-нибудь государства. Ну, остров. Сделать ее. Штирлиц склонился над картой России. Его очень сильно рвало на родину. Насколько сильно раскатываем? Да еще сильнее надо, еще ощутимо сильнее. Мы должны уместить сюда кладбище из трех костей. Кладбище костей. Кладбище костей, да. Ну, я называю пиццу на костях. О, отлично. Я думаю, что вот как-то так. Да. А, подожди, нет. Не пора? Можно чуть-чуть еще, потому что когда тесто снимаешь со стола, оно сжимается. Объективный его размер можно всегда оценить, когда его приподнимешь только. Ну, вот сейчас мы его снова отлепим от стола, тогда мы поймем, достаточно или нет. Ну, вроде для кладбища должно хватить. Я думаю, да. Мы сейчас его просто здесь подправим на площадке. Теперь я сделаю маленький трюк. Я сейчас посыплю это дробленым черным перцем. А для чего это делается? Вкусно, чтобы было, потому что костный мозг очень любит перец. Вот он. Он любит очень перец и такой дробленый, чтобы он не сгорел, надо, чтобы он крупный был. Потому что пылью посыпать нет смысла, она сгорит. Как приятно приглашать людей, которые готовят. Ай, что-нибудь делаешь, отдыхаешь. Чтобы он приклеился чуть-чуть водой. А может оливочим? Оливочим? Не надо оливочим. Надо оливочим. Где есть костный мозг, где есть такая брутальная кухня, какой к черту оливочий. Я всегда действую по принципу, много не мало. Вот так. Будем вот так отламывать это тесто, приправленное черным перцем. Это будет лучше, чем секс. Теперь немного муки опять по воде. Пицца, когда, так сказать, припорошена мукой, это всегда красиво. Смотрите, я верну назад муку. Вот так чуть-чуть. И вот почему пицца на костях. Потому что мы сейчас делаем вот так. Я сделаю один маленький, еще один маленький такой трюк. Я сейчас... Нет, лучше ножом. Я сейчас сделаю крестообразный разрез посередине. Чисто для красоты? Нет, это функционально. Это функционально. Я сюда поставлю сейчас ложечку с водой, вот эту. Чтобы она здесь была. Это пока замысел, пока он непонятен. Слишком хитро. Я хочу как-то вот так абсолютно произвольно, чтобы даже здесь не было никакого закона, вот так расположить кости. Присыпать их солью. Можно сейчас, можно потом. Даже присыпать солью. Вот. И, собственно, все. Теперь мы будем записать. 250, да, 250. Надо аккуратненько тащить, чтобы ложечка с водой осталась устойчивой. Я открываю, да. Духовка хорошо разогрета. Я думаю, что не больше 6-7 минут понадобится нам. Все, а мы сейчас пока... Вы будете говорить по готовности прямо? Конечно, да. Я там... Влипы у всех раз. 250, конвексия. Я в голове буду держать. 275 лучше, 300 еще лучше, 350 еще лучше. Ну, 250 нормально, надо просто... Я всегда говорю всем девчонкам, девчонки, хотите пиццу, пеките ее на максимальной температуре, которую дает ваша духовка. Слишком много не будет. Все, да. Так, я так понял, что пока у нас пицца жарится, варится, мы делаем что-то типа топпинга? Гарнир. Гарни. Под гарнировка. Есть такое слово? Ну, наверное, да. Это такой небольшой гарнир, да. Под гарнировка. Ну, хотя сочетание ржаного хлеба с жирненькими косточками, с соленым огурчиком, что может быть лучше? Да, ощущение жирности всегда нивелируется кислыми или солеными продуктами. Зелень немного... И петрушка. Петрушка очень хороша всегда с костным мозгом. Да, аромат дает. Сам костный мозг, я бы не сказал, что очень ароматен. Он именно сливочно вкусен. Сливочно вкусен, да. Ему нужно что-то еще, аромат такой-то кислинкой. Я думаю, что мы можем выниматься. Вот, теперь можно будет эту водичку убрать, вставочку просто убрать, сейчас я ее уберу. Она имела, так сказать, просто такое, чтобы мы сохранили эту правильную дырку. Вот, теперь на эту будем класть доску, да? Можно на эту. Так, во-первых, оно у нас все норм. И вот, это наша подача. Теперь вот так. И теперь наша задача отрывать куски этой ароматной лепехи, накладывать туда как-то костный мозг. Пахнет просто умомрачительно. Вот так. Ржаной хлеб, огурчики. Еще перчик, кстати, еще перчик, кстати, там неплохо очень работает. О, ржаной хлеб. Теплый причем. Реально. Я вот отсюда. Вот. О, да. Горяченько. Выглядит это просто потрясающе. Кажется, что рецепт очень простой. Но он тащит именно благодаря сочетанию. Жир, аромат. Петруха, петруха, да. Черный хлеб. Такое. Я даже не знаю, что я, по-моему, не добавить больше ничего. Вот ничего не хочется добавить. Настолько, посмотрите, насколько мозг нежный. Хорошее тесто, правда, лепеха ароматная. Хороший ржаной хлеб. Да, это хорошая такая ржаная лепешка. И в тему зернышки перца. Конечно, конечно. Они стали настолько хрустящими, что не твердые, а именно так оп. И она как взрывается во рту маленькой перчинкой подряд там. Друзья. Ну вот. Вот такой вот золотильенный рецепт. Огромное спасибо, что заехали в гости. Спасибо. Спасибо. Но это еще не все. Между прочим, это не единственный рецепт с костями, который мы сделали. И второй рецепт, который мы сегодня сделали, находится на канале, который называется «Спасибо, шеф». Ссылочка находится, между прочим, в описании. Обязательно проходим, кликаем и подписываемся. У вас же, я слышал, еще инстаграм есть. Ну, у меня, да. Состоит он из 5 раз по 20. 5 раз по 20 грамм. Это мой инстаграм. Инстаграм, я понял. Но, тем не менее, инстаграм, ссылочка в описании тоже будет. Огромное спасибо, что заехали. Спасибо, что принял меня здесь, взаимно. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо за рецепт. Всем пока, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал.